Всем привет, мои хорошие! С вами Кемели, и сегодня мы с вами, как вы думаете, что мы будем делать? Ж-ре... Давайте вместе ж-ре... Жрать! Правильно! Как вы догадались, откуда вы знаете? В общем, сегодня у нас с вами роллы по вашим многочисленным просьбам. Реально, ребята, я вас очень прошу не писать мне в тиктоке, когда будут суши. И мимо проходящие люди, наверное, думают, блин, какие, слушай, о чем она вообще говорит. То есть, мне кажется, что везде меня преследует жратва. То есть, если даже я сто лет не буду снимать мукбанки, мне кажется, мне все равно будут писать Айка. А какой будет следующий мукбанк? Мне кажется, у меня это такое, знаете, клеймо мукбанкера. То есть, если даже мукбанки не буду снимать, у меня все равно будут ассоциироваться эти. Ммм, как же вкусно. Вот такие, кстати, никогда не пробовала, очень интересненько смотрятся, беленькие. Здесь у нас имбирь, васаби. Давайте прям немного васаби возьмем. Говорят, что если не ешь васаби, бывают глисты, поэтому я боюсь. Вы, наверное, заметили другой задний план. Я просто перетаскивала стол со скоростью света, поцарапала пол. Надеюсь, мама это не увидит и не узнает. У нас пол очень непрочное. То есть, чуть-чуть неловкое движение, все, он царапается, портится. Это ужасно. Обычно я всегда утром в днем снимаю мукбанки. Потому что нажираться на ночь это нехорошо. Но, блин, когда есть аппетит, ты не можешь себя остановить. Тебе просто хочется и все. Установила кольцевое освещение. У меня здесь такой пульт. Вставала, настраивала, вставала, настраивала, садилась обратно. Потом мама такая говорит, я не хочу показаться слишком резкой и дерзкой. Ну, айка, ты дура. Я говорю, почему? Есть же пульт для таких целей. Я такая, точно. Я такая, ну, я просто, это физкультура, ну, туда-сюда. Но вы поняли. Просто пять с плюсом. Особенно вот эти вот. Давайте поотвечаем на вопросы. Вопросы я беру из своего инстаграма. Вот так вот, рандомно, любой вопрос. И вот интересный вопрос. Хотела бы ли ты переделать вашу квартиру, где бы ты обои поменяла и какие детали в вашем интерьере теперь уже тебе не нравятся. На самом деле, у нас мне уже не нравится ничего. Даже двери. Мне не нравятся темные двери. Мне нравятся такие бело-золотистые двери. Но, к сожалению, ремонт мы делали, наверное, лет восемь назад. Да. Ровно восемь лет назад. И тогда это было очень круто, модно. Вообще, вот эти обои, они очень дорогие. В гостиную у нас самые дорогие обои. И просто жалко их отклеивать. Вроде бы ремонт хороший, просто дизайн не очень нравится. Двери однозначно не нравятся. Если бы я делала ремонт здесь сейчас, я бы соединила гостиную как бы с кухней, сделала такую студию. Сейчас это модно, мне очень нравится. когда гостиная совмещена с кухней. Хотя мама говорит, что это непрактично. И делала тут не в экономии квадратов. Мне просто так нравится. даже большие какие-то, знаете, супер квартиры я видела в интернете. И там тоже такой же интерьер, то есть гостиная совмещенная. Мама говорит, вот представь, ты там что-то готовишь, и к тебе пришли гости. А что здесь такого? Я готовлю и гости. Мама говорит, ну ты, например, жаришь рыбу, они это все нюхают, это как-то не очень. Мне вообще кажется, что лет через 10-15 уже гостей прямо дома никто не будет приглашать домой. То есть все будут просто собираться, идти куда-то в ресторан, посидели, покушали, ушли. А так, в общем-то, много чего не нравится, на самом деле. Если бы у меня была бы своя квартира, я, например, везде сделала обои каких-то постельных оттенков. Я не говорю, что везде одинаковые белые, как в больнице. Нет, так мне не нравится. Но что-то нежное, неяркое. Что касается моей комнаты. Кто не видел, у меня ядерно-розовая комната. И многие пишут, что вот пройдут года, ты чуток повзрослеешь, и тебе надоест этот розовый цвет. Но мне уже давно так говорят. Пока что мне не надоел, я кайфую от этого цвета. Я думаю, пока мне надоест, я выйду замуж. Ребята, ну что вы меня совсем оставили дома? Когда мы выбирали эти обои, мастер, который проделывал все эти работы, он говорил, что этот оттенок, он немножко как бы слишком крейзи, и он надоест, и будет даже в какой-то степени немного нервировать. Прошли годы, я живу в этой комнате. Мне в кайф. Я вот каждое утро просыпаюсь, и мне в кайф жить в комнате ядерно-розового цвета. Это когда-то была моя мечта, которая, слава богу, исполнилась. я ничуть не жалею. Я когда была совсем маленькая, у меня тоже была розовая комната, но она такая, знаете, постельно-розовая, и мне она не нравилась, я всегда мечтала о такой вот, знаете, яркой комнате. Вот. Я даже просила папу найти кайфель на балконе, чтобы кайфель тоже был розовый. И он нашел. Ну, вы, наверное, в инстаграме сто раз видели, да, мой балкон? Я постоянно там сторис какие-то снимаю. Это не прям, знаете, ядерно-ярко-розовый цвет, немного, знаете, такой приглушенный, наверное, да? Но тоже мне нравится. Я кайфую. Я кайфую. Не знаю, насколько правильно на ночь устраивать такую обжираловку. Правильно, неправильно, не знаю, но очень вкусно. Айка, расскажи, пожалуйста, во сколько лет ты начала встречаться с мальчиками? Изобрещали ли тебе родители? Вообще, как это устроено в кавказских семьях? Что ты считаешь по этому поводу? Мне особо так, знаете, прям запрещать такого не было. Мне родители вообще ничего никогда не запрещали и никогда моим родителям не было стыдно за меня. То есть, есть какие-то строгие семьи, например, как в Чечне, например, может быть, в Дагестане. У Ассарбачани такого нету. То есть, не бывает такое, что парень с девушкой видят друг друга только на свадьбе или родители как-то решили. то есть здесь все со всеми встречаются, общаются, потом женятся. мои первые отношения были 18 лет и на тот момент уже все мои одноклассницы, все мои сверстницы уже имели отношение, так скажем. То есть, я еще была из отстающих. конечно, любой девушке хочется, чтобы у нее были одни отношения, они были удачные и на всю жизнь. но, к сожалению, не всегда так работает. Поэтому здесь нет ничего страшного, я думаю. Это тоже какой-то опыт, какие-то жизненные этапы. И, может быть, если бы не было этих этапов, я бы сейчас не была такой, какой я сейчас являюсь. То есть, время, какие-то моменты в жизни, какие-то уроки, они делают нас, меня мною, так скажем. Я на самом деле против прям очень ранних отношений. Я, например, если бы я была бы мамой, я была бы против, чтобы моя дочка начала встречаться с парнями в 12, в 13. Вот эти истории, которые в интернете беременны, а в 15, это ужасно на самом деле, потому что я считаю, что человек еще не готов к семье, не готов к детям, не встал на ноги. И это чисто случайно так получилось. Я считаю, что ребенок должен быть долгожданным. Вот это мое мнение, вы можете согласиться или можете не согласиться. В общем, здесь осталось 4 ролла, я, честно, наелась. У меня самый главный сок закончился, поэтому вынуждена с вами попрощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам несложно, нажмите кнопку подписаться. Мне будет безумно приятно. Если вы все равно меня смотрите, что вам стоит просто нажать кнопку подписаться. А если вы подписаны, спасибо вам огромное за это. Всех люблю, целую, если вы кушаете, приятного аппетита. Всем пока! Пока!